Вот уже четвертую неделю в обществе муссируется вопрос запрета социальных сетей и ряда других российских сайтов. Если взглянуть на проблему с чисто юридической точки зрения, то указ президента нарушает целый ряд законодательных актов. Противоречит ряду статей Конституции, а именно 15-й статье Конституции, которая говорит о том, что в Украине запрещена цензура. И также она противоречит Конституции в той части, что в Украине действует свобода мысли, свобода на получение информации и свободу самовыражения. Вот эти санкции ограничивают людей в их правах. Помимо того, что это ограничивает права конституционных граждан, это также ограничивает права, установленные в Европейской карте и правах человека, которые тоже говорятся, опять же таки, о свободе на получение информации и на свободу самовыражения. Также специалисты говорят о том, что юридический механизм блокировки социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники, поисковой системы Яндекс, сайтов Mail.ru, Кинопоиск и других не прописан. Для внедрения в жизнь этого указа президента нужно принять ряд законов. Для рядовых граждан этот запрет не имеет никакой юридической силы, потому что он касается сугубо провайдеров. И для его введения, для того, чтобы механизм этот работал, нужно принять целый ряд других законодательных актов. Уважаемые международные организации, многие заявили о том, что недопустимо ограничивать свободу социальных сетей. Тем более в такой способ, абсолютно не подкрепленный нормативной базой и в принципе достаточно декларативным. Более того, следует сказать, что ответственность для провайдеров тоже не установлена. Поэтому этот указ является сугубо декларативным. Даже юристы, как правило осторожные в своих оценках, отмечают, что запрет несет в себе только политические цели, а не направлен на защиту украинского информационного поля. Тем временем запрещенная социальная сеть ВКонтакте остается самым популярным сайтом среди украинцев. Об этом говорят данные авторитетной английской компании SimilarWeb. Более того, соцсети до сих пор доступны в ряде административных зданий Украины. Дети президента Петра Порошенко и спикера Андрея Порубия регулярно заходят в ВКонтакт. Таким образом, указ о запрете соцсетей тяжело назвать даже формальностью.